всем привет сегодня у нас такая неожиданная поломка перестал греть чайник чтобы ремонтировать ну по крайней мере попробуем сначала проверим может подставки что-то для этого нам понадобится прибор ставим его на прозвонку убеждаемся что он будет зенеть специальная взял такой старенький шнур потому что тут щуп не провозит середину провозит а сюда не берем один конец сюда второй ищем тут его нету тут есть второй конец ну то есть контакта со второго тоже приходит все нормально ну проверим еще заземление хотя это неважно заземление приходит сюда но тоже там что-то скрипит приборчики пищит то есть все нормально с подставки проблем нет значит проблема в чайнике ну что тут у нас конечно кнопочка тут у нас надо разобрать его слегка сейчас мы разберем тут всего три самореза аккуратненько их откручиваем и посмотрим что там внутри главное чтоб тен был целый если тен сгорел то уже тогда ничего хорошего не будет а если тен свежий целый то значит может быть помезет тут еще есть болтик или саморез начинает выпадать запчасти что его тут держит ничего не держит просто надо немножко сильнее потянуть кусочек али она и так из трех частей для это отвалился кусок не знаю может быть он отвалился а может быть был из трех частей но это рассеиватель голубенького света вот он тут стоит светодиоды это не столь важно может просто этот свет да не он же снизу не грел уж мы же вы прозвонили а кстати чайник надо было позвонить вот включаем кнопочку включаем кнопочку и смотрим ничего нет сразу проверяем тен приборчик ну тен показывает 30 ом значит скорее всего он исправен ну ищем дальше где тут у нас что произошло посмотрим срабатывает ли кнопка может быть что-то в кнопке вот идут контакты с кнопки на этот вывод и на этот контакт вот у нас сейчас кнопка замкнута смотрим есть или нет пока не понятно ну как то нет нажали кнопка нет кнопка с кнопкой все нормально вот она включена нажми выключить да и нету с кнопкой все нормально значит где-то в другом месте смотрим дальше проверим что куда идет какой-то стоит сейчас мы открутим ну такой разъемчик тут с ним все в порядке можно так назвать разъемчик он всего лишь передает с этих больших контактов на вот эти два маленьких тут все можно прозвонить конечно но я уже вот оно и так вот с центрального идет с этого идет это заземление идет тут ничего нет то есть этих двух контактов вот отсюда потом через эти попадает вот некое защитное устройство проверим его тут тоже ни с чем щупом не подлезть только надо проводочком тоненьким проверяем контакт есть смотрим здесь тут нет значит тут что-то все-таки происходит в этом блоке сейчас мы его открутим для этого нам понадобится ключик потому что тут есть такие странные гаечки которые без ключика не открутишь ну либо под отвертку сделать что-нибудь у меня другого ключика нет может быть накидной был бы лучше какой-нибудь придется откручивать тем что есть так болты раскрутили снимаем вот такая штука здесь на термопасту посажены какой-то непонятное приспособление пока что непонятно вот была термопаста очевидно это термо предохранитель какой-то и еще вот кнопочка может быть она это гаечка была слабшая возможно она открутилась поэтому нет контакта сейчас мы проверим разбираем дальше главное не перепутать потом при сборке ничего но мы так как снимаем на ролик на видео можно потом посмотреть что куда и где было так что двойная польза съемки можно показать кому-то здесь ничего нет никакой смысл нет вот кнопочка ну тут при осмотре можно увидеть что был какой-то нагрев пластмасса расплавилась хотя контакт все таки есть и сюда он доходит а сюда не доходит даже если мы нажимаем на кнопочку нажми отверточкой вот сюда вот на контакт нажимаем сильнее вот если сильно нажать то он контакт она . кнопочка а здесь кнопочка посмотрим здесь плохой контакт сейчас мы найдем почему возможно вот эта ответная часть запачкалась подгорела сейчас ее почищу и это должно помочь на самом деле она просто не достает в связи с тем что тут нагрелась из-за плохого контакта под пластмасса эта вся пластинка немножко изогнулась теперь не достает сейчас ее контакт сам чистый я его подогну немного и потом да это должно помочь смотрим ну контакт заработал скорее всего в этом была причина нашей неисправности подключим так как оно было и посмотрим что тут не так тут нужно еще сделать будет ли теперь контакт ну так контакт нормальный в связи с тем что я его подогнул тут все начало срабатывать при нажатии на кнопочку на эту он срабатывает замыкается как и должно быть сейчас будем все собирать собираем контакты все целы единство что я его подогнул я напомню теперь он срабатывает собираем собираем так это было так здесь стоял где он этот беленький штыречек здесь был вот этот маленький штыречек этот штыречек он не простой он как бы термо предохранитель как выяснилось вот эта биметаллическая пластина если перегревается то она нажмет сюда и разомкнется контакт там как бы чайник тэн может спастись от этого защититься пока что собираем надо же было такое придумать странную защиту неправильно создал, эти болтики держали и эту крышку тоже, пардон откручиваем, наше дело такое крутить и закручивать, откручивать и закручивать тут пока ничего особо интересного, закручиваем все болты на место вот она эта биметаллическая пластина, если она перегреется она должна надавить на беленькую кнопочку и цепь разомкнется, сейчас мы посмотрим цепь будет размыкаться или нет если его вручную хотя бы нажать, сейчас вот она замкнута если пластина на нее надавит, то цепь разомкнется и вероятность того, что тен не перегреется по крайней мере может остаться целым и имеется, еще посмотрим после сборки, что у нас тут работает или нет а это когда мы его прикрутим туда, тогда она замкнется, это если этот датчик по какой-то причине открутится, кнопочка отпустится, это своего рода тоже защита защита теперь самого датчика, ну и из чайника целиком, то сейчас вот контакта не должно быть это вход у него, вот нету, а когда прикрутим, должно появиться сейчас прикрутим и проверим, вот ставим его на место просто хотя бы прижмем и уже можно проверить, а потом прикрутим вот контакт есть, не сильно звенит, но он есть сейчас прикрутим, проверим дальше кстати этот был почему-то не докрученный здесь и была контргаечка, чтобы не раскручивался, но на самом деле сборщики не докрутили, как он странный поджимаю без фанатизма, но покрепче вот мы поджали все маечки сейчас проверим вот здесь не было контакта прибор ну вот сейчас он есть, а здесь здесь есть собираем дальше ну а дальше тут все просто на свое место здесь посмотрим контакты немножко его подчистить резиночку, стер терочку конечно можно зачистить пинцетом, но лучше терочкой для стирания карандаша или мелкой-мелкой наждачкой там не сильно резный контакт что подключаем и проверяем это сейчас закрепим, чтобы уже не болталось вот здесь вот здесь Не подожди Ну вообще-то ему недолго Вон там тоже трещина А вон смотри, видишь трещина Мы еще и года не пользуем Подожди, чтобы натяжки не было Я его сейчас подогну Он как-то не очень В напряжении держит эти Немного подогнем Чтобы хорошо совпадало Без усилия Угу Теперь Ну что ты хочешь Хоть ему и года нет А сколько у него гарантия? Год? А сейчас все делается Чтобы она отслужила гарантией И сразу сломалась Я уже не раз убеждался в этом Ну иначе производитель Как будет делать новое Чтобы у него покупали Вот он всяким этим мусором В принципе все Рассеиватель Света Рассеиватель Вот он и разломался А может он такой и был Это скорее всего он Хотя он наверное из частей Ты же его сюда не просунешь Наверное он так и должен быть из частей Ну если бы он сломался То как Иначе вот это же вымешает Ну провода сделаны Такие качественные В стеклоизоляции Так вроде бы как все ничего Красиво Более менее Так закрываем Собираем Ну все Мы крышечку подогнали Чтобы тут все эти Рассеиватели И ручка была на своем месте Сейчас закрутим Стальные болты Ну Более менее Не сложно Все собралось Во время сборки Когда Много Винтовле Саморезов Нужно закрутить Чтобы все Не совпали Надо сразу все Зажимать Надо по чуть-чуть Наживить Каждый И потом уже Закручивать Чтобы иначе Может не совпать Что-нибудь При сборке Тут надо Будет Довольно Точно Прицелиться Чтобы все Совпало И ручка И эти Крепления И тут Попало Ну в общем то все Сейчас еще раз Прозволим Все окончательно На сборке Что тут происходит Что тут происходит Так Включаем Ну и показывает Сопротивление тена В принципе Должно работать Проверяем С водичкой Немножко Налили водички И Пробуем Кнопочка Кнопочка Выключена Кнопочка Кнопочка Пусть они Все работают Наши Домашние Приборы До новых встреч